привет ребята с вами народные мстители отряд мстителей стим за глаз зайца зайца говорю за глаз динамита до патрончики патрончики если кто смотрел наш канал давным-давном у нас были такие не очень приятные случаи когда патрончики немного был очень мало было и очень так пищально ругался матерился теперь этот раз чуть побольше пихаем патрон на карман на всякий случай ну вот такая штучка удобно их на приклады одевают на не буду на приклад конечно карман поставлю ну чтобы они не болтались там не разлетались правильно ну да так 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 чуть 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 надо важно сказать да такое это не просто так это что ну пацаны пойдем на койотов на койотов на волков на позорных пойдем договорились ну так что еще что еще что-то тренд какой-то начал замечаться блин вот пацаны смотрят канал и думает вот это короче дядя вова тетя оля крутые охотники никакие мы не крутые вообще мы не охотники чмошники понятно и поэтому не надо мне правда начинает наезжать комментарии такие блин это нафиг это блин лучше бы дома сидели олухи ну 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 изменяйте ну 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 будем дома сидеть или вашей снимать не будем ничего ничего вообще короче это живем по-казахски как как вот что видим лес видим лес поем степ видим степ поем вот так вот и живем нафиг и не заморачиваемся а то думаете законы какие-то обязательно вот надо так а это надо так нихрена не надо вот сегодня скачили так это поедем поедем значит это погода нормальный нормальный так шепчет немножко так минус 10 где-то всего ну одежки всякие собрали не понравился раз-другой одели так чуть-чуть по-разному это ну ружбаки взяли всякие если ружбаки забудем ну чушь это тоже тоже не беда не знаешь что плохие охотники правда почему-то все так строго должны быть это советский человек должен быть как это вот как солдатик вот так это очень хороший или плохой черный или белый мимо просто средний такой это пиндосовские охотники короче слабенький такой смотри что такое смотри весь ржавеет весь ржавеет это болит это сула чите пиндосы и мало того еще это случайно получится сделаю чё-нибудь это и это по ночам потом приходят блин и коцает их нафиг ну только успевай блин это блин хорошо динамит это не все равно иногда проспит блин обама придет ночью блин покоцает весь карабин так и теперь проверяем вот самый лучший метод проверки удостовериться зараженную тебя карабин или нет еще один патронка влез в лес значит заряженный это мудрость академика курчатова именно так проверяется зарядки автомобиль дэй не этих карабинов блин что оптика почти что чистый крестик так что-то боком стал но это хрен с ним так так война легкие на легкие занимайтесь вообще надо по-серьезному идти охотиться они хернёй заниматься болтайте всякую чушь пойдем каждый блин не тот шаг нафиг собран это как экзекуция называется ятина так давай покажем моего напарника он оделся по-северному так по-сибирски так ветер холодный так ну и любое слово скажешь любой сразу против применяется оранжевые травки сейчас не нужно все сезон кончился на оленей там на всяких на копытных и тогда это все потому что койоты это это не это не это не дичь не считается поэтому можешь ходить как хочешь вот в оранжевом ход не в оранжевом ну вот здесь вот лесочке нам эти нравятся кусты здесь акулы любят эти койоты прятаться но это погода в этот году ужасно не бывало смотрите если помните может быть и когда ездили здесь буксовали по этим сугробам всегда а сейчас черная дорога видеть то есть у нас вот теперь и капитальные дилет не снега мало совсем стало съела его солнышко и сдуло и это даже этих снегоходчики наверно обижаются катаются они тоже любят но сегодня смотрю все автомобили все так сильный ветер сильный ветер запада оттуда я обычно там стою и мы туда гнали но сегодня мы на попробуем наоборот наоборот гнать оттуда под ветер хотя знаете я заметил что все эти хищники и любой другой звери и олени тоже копытные все они любят идти все-таки против ветра потому что они ну носом чуть что там ничего нет опасности туда бегут ну попробуем сегодня под ветер и ты знаешь я не взял ничего покупать и взять к этому чтобы это флаку а динамит тут вообще на говно и зашел уже говорит давай давай говорит батя давай мстить за мой глаз говорит давай давай ну пойдем братан пойдем пойдем блин сейчас мы их найдем и будем мстить а если не найдем то тоже хрен с ними мы же не очень мстительные правда ну пожелайте нам удачи нет вот это что обнимает ну что обнимает обнимает о суд хотя л они Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 убежал косой куда-то ну такой нас это ужас ужас иногда собаку держит лишь не проваливается шум шум страшный стоит ну да но не слышит отчетливо где мы находимся и выбирает куда им нужно идти а зайчишка здесь остался ну да видишь он такой как подковый лес молодушки пойдем дальше они пойдут туда иди динамит иди иди он никак не может успокоиться они туда на запад там где деревья и оттуда зайдут этот лес так пойдут на шут его знает посмотрим что получится мы так еще ни разу этот лес не гоняли ну я считаю это единственный такой разумный вариант а и учитывая обстановку сильный ветер оттуда и хруст снега нас вообще на удивление мало мало следов потому что погода теплая они могут быть что посадки видел там свинарники они могут это посадки так ходить здесь интересно кормятся зерно там видите это это я почти что уверен осенью оленей прикормлю это всяко бывает но зерно просто так не возьмется правда на земле ниоткуда значит заяц один был и есть остался там этот мудрый заяц он давно уже здесь живет волков не боится в окружении волков живет тут когда-то была ферма тоже я жили люди давным-давно эта тропка лисичка и койот тоже нравится им там лежат наверно один кают выгнали одного кают он так он побежал в пилот вместо того чтобы в лес и не знаю ничего не видно я приближаю но какой большой наверное помчался совсем не туда куда нам надо ну ладно мы как разошли до кромки леса сейчас зайдем в лес и пойдем на встречу к володе интересно я приблизила его видно там что или нет ну ладно один ушел вот хорошая лёшка козёра хорошо он здесь ночевал отдыхал хорошее место очень хорошее ребята тяжело его держать нужно два человека как минимум чтобы один там на бугре стоял и держалась туда будет ходить в тот лес одну у нас этого края потому что могут по краю пойти по лыжне по накатанной и вот этот угол такой заросший край он здесь он здесь если пойдет вообще ну вот тропинка есть если что по тропинке пойдет ну опять же таки молодые такие глуповатые а старые никогда не знаешь что они выкинут поэтому было бы хорошо было бы два человека что я в этот раз как раз гильдяй надо было этот белый балахун взять все меньше видно вообще на койоту охота очень сильно отличается от всех других охот я вам потом расскажу теперь молчим и ждем а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 и потом еще раз на всякий случай думаю, чтобы надежно было. А что, пятизарядка елки-палки, да? Это же не который там, знаешь, что-то дергать надо, подпрыгивать, лязгать, а просто сам заряжается, ты только курки нажимаешь. Ну, скажем честно, вот так это койот не очень. Молодой, однако. И пушистый весь такой, лохматый такой. Почти что не суповой. Знаешь, что? Я уже все продумал. Пока стоял тут, думал. Сейчас приедем домой, я разделаю. Короче, печенка берем. О, ну, 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 ну. Окей. Окей. Вот так вот и живу динамит. В жизни мучаюсь. Печенка берем, сердце берем, почки берем. Легкие. Покрошим так и с лучком поджарим хорошенько. Ага. Мясо так заморозим, морозилку положим, ляжки. Ага. Шкуру тоже возьмем. Что-нибудь сошьем. Динамит, вон, ботиночки сошьем, что-нибудь. Ага. Все? Да ладно, все, конечно. Смотри, я ему лапу заднюю задел один раз. Ага. Ну, вообще, дурацкие такие выстрелы были, конечно. Ага. Ну, в голову я ему целил, в голову. Знаешь, думаю, добью, чтобы не мучился, да? Ага. А старый рука дрогнул, наверное. Ну, ай-яй-яй. Ну, он бы после первого дошел бы. Ну, знаешь, как-то не хотелось, чтобы мучился зверь. Ну, правильно. Ага. Один только, значит, выбежал, а? Один выбежал, удивительно. Неужели так мало здесь? Ты знаешь, много лежек было. Да? Много. Особенно там в начале, как и обычно, да? Ага. Тут нигде ничего нету, а там в конце этого лесочка там этих лежек было, наверное, штук восемь. Блин, надо было, туда можно было. Надо было. Видишь, они там ложатся, когда эта погода, а сейчас такая теплая, так это. Ну, ты это, слыхала, я тебе говорила, да? Нет. Нет? Нет. Ох, я тебе говорила. Мы еще не дошли до конца того леса, выбежал один оттуда. И довольно-таки здоровый, большой такой, на высоких, высоко, на ногах. Я его попробовала на камеру, попробовала увеличивать, но у меня так солнце слепило, я даже не знаю, я увеличивала так это, на слепую. Может попал, может нет. Ну, ушел. Я думаю, блин, если бы ты был на моем месте, ты бы его еще взял, наверное. Они всегда большие, они уходят, они дожидаются за конца. Куда он пошел? Вправо, влево? Он немножко пошел влево. Не в сторону свинарников, а в другую? Немножко туда, да. И потом там же эти бугры и холмы-то, он скрылся быстро. Ну, не в тот лесок он пошел? Он отошел примерно так, метров сто от этого лесочка и потом чуть взял левее. Левее. Тут отдельный лесочек в поле. Он в него не пошел? Нет. Нет. Может и пошел, открылся, когда за буграми, я не видела уже. Ясно, ясно. Вот так вот. Ну, хорошо. Прореживаем популяцию. Ну да, за счет таких вон, духленьких, им только заразу разносить. Да, да, да. Ну, ладно. Хорошие ушли. Так и должно быть. Естественный отбор. Глаз не так сильно болит теперь, а? Нет, он потихонечку вов со мной ходит. Нет, я имею в виду поступку в этом стиле. Он аж не мог, аж не мог. Да, этот выиграл. Друзья, блин. Хе-хе-хе. Ну, ладно. Попробуем этот лесок прогнать. Ну, он такой, левый он просматривается насквозь. И шум, шум по нас. Вот идет человек, из-за лига слышит. И они, скорее всего, если там есть, пару раз здесь бывало. Одного я здесь брал, один раз один ушел, у меня здесь один. Ну, он если далеко услышит, допустим, то он может уйти, может в ту посадку уйти. А один раз я был там, он прорвался сюда, ушел. Ну, старый, опытный зверь, он под ветер неохотно идет. Он лучше против ветра пойдет. Ай-яй-яй-яй. Шум ужасный, пойми. Что робим? Домой? Облажаться, видишь, на краю леса, чтобы ливо было. Дай! Come on! Но он уже confused, не знает, что делать. Тетя Оля договорились, пойдет сейчас назад, вдоль леса, к машине, а я пойду через поля к тем посадкам, а потом вдоль посадки вон туда вдруг чего-нибудь выгоню. Ну, тетя Оля не хочется гонять в такие дальние расстояния. Дай! Дай! Come on! Come on! Собака привыкла, что у нас всегда с Ольгой. Не может поверить в такое шастье, что со мной можно. Come on, динамит, работай, давай, сало, сгоняй. Ну, по-насту. Come on, come on. О, смотри, тут старый след снегохода есть. Мы сейчас по нему почапаем. Должно быть легче или нет. Шибко старый, оно легче. Ага. Ага. Ну, увидим мы еще что-нибудь сегодня или нет. Я специально зашел на эту сторону, откуда ветер дует. Потому что они будут сваливать, если будут, то против ветра. Так, было бы, конечно, хорошо, если кто-нибудь с той стороны шел. загонщика тоже было бы хорошо иметь. быль. Мечтарь не вредный динамик, пойдем. Давай, ты будешь загонщиком. Come on. Давай. Go. Go. Я. Good boy. Давай, давай. Good boy, good job. Go, go, go. Good job. Да. С загонщиками легче, конечно. Собака тупит были. Собака тупит. Запас может остаться звери и уйти назад. Выходи. Собака не успел. Собака не успел. Собака не успел. Собака да 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 хорошо да гопапа гопапа эт по го го ну я 저도 Перо. 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 вообще кает уникальное животное ну порода собачьих семейства каких-то хрен его знает волчьих и как волки они это умные очень в отличие от других зверей и животных ну допустим оленя если он выйдет и увидит что-то он замрет будет смотреть оценит если не шевелиться то можно стоять и стоять и может даже пронесет морал те же самые повадки я наблюдал вот тут вообще из всех олень их самый такой туповатый станет посмотреть ну как всегда не всегда как когда иногда сам себе на уме знаете ну вот и в отличие от всех от них кает допустим сколько раз и наблюдала в загоне вылетает увидел человека и просто не секунды даже не секунды не это самое не задумывается не колеблется не переосмысливает что-то по просто рвется разорвет то есть он будет бежать и где-то что-то увидит что-то мелькнулась что-то не так или человек стоит и там хоть и шевелись хоть не шевелись все он сразу понимаешь это опасность и ни в коем случае не будет стоять разглядывать смотреть шевелится или не шевелится в этом отличается охота на койота или вообще повадки койота в отличие от других зверей животных вот как-то так вот так коряло так рассказал не знаю доходчиво или нет не выгнали мы больше койота здесь даже на пикаты кто-то гонял или ну не знаю на внедорожнике следы видно мало снега не глубокий снег в посадках ты глубок конечно в тех планах нет но опасно опасно можно засесть знаете ходить низинки все равно может так закупорить снегом и там будет пол метра снега и можно на мосты сесть но разбалдеет гоняет по фигу она спереди уже ждут по идее по закону вот в 500 метрах зданий которых находятся люди или животные стрелять уже нельзя даже если что-то и выскочить ну прогулялись мы знатно конечно всем поток согнали вот там кто-то буксом и видите как хорошо я живет каятам и птицы гложет уже тоже вот за этой землей там это туши свиные лежат вон где сорока поднялась не хочу показывать такое безобразие но он видно отсюда не крупные свиньи такие туши туда сбрасывают но закопаешь может сколько их там что койотам не голодно